все привет вы на канале китай подключился с вами руслан сегодня у нас долгожданная распаковочка посылки купленная благодаря вам отчасти потому что это все с youtube а совокупно там еще других сервисов было добавлено и куплено благодаря вам так что всем спасибо посмотрит то поддерживает не забываем подписаться поставить лайк этого видео можете даже колокольчик поставить я не расстроюсь давайте вскроем и посмотрим скрывать будем так я вырезал отцу свою личную информацию там адреса достатки телефоны приехала обычная почта россии с китая естественно это ехала почта китая до нас доехала поехала почта россии и поэтому вот здесь мы имеем вот такую огромную вмятину по другому почту россии доставлять посылки не умеет ну что поделаешь другой почту у нас нету давайте вскроем не буду брать свой мега нож все сделаем аккуратненько здесь больше ничего нету вот он отмятина про которую я говорил огромная вмятина на коробке надеюсь там ничего не пострадало возьмем скальпель здесь у нас шовчик есть надрежем аккуратненько шовчик откроем и что мы видим здесь все аккуратно упаковано в пакет здесь ничего больше коробки нету все аккуратно в пакете упаковано здесь находится паяльная станция как вы поняли из названия этого видео ссылочка на которую он там внизу есть под видео можете пройти посмотреть купил ее на алиэкспрессе продавец отличная цена хорошая намного дешевле чем у нас начнем давайте с пакетика жалами здесь у нас вот такой вот пакет жалами 5 штук всяких разных калибров у них есть своя маркировка все жало на т12 паяльник потом поближе покажу на стол переместимся включу заднюю камеру на телефоне она лучше снимает и поближе посмотрим уже есть такой пакетик у нас далее идет сама ручка ручка для паяльника она у нас имеет вот такой вот разъемчик стандартный и вот такая вот ручка очень приятный кабель мягкий силиконовый и ручка сама держится в руке довольно приятно здесь у нас обозначение производителя и маркировка это наклеечка скорее всего делать это ноунейм потом просто клеит сюда наклейку дальше я так понимаю это для ручки убежала шайбочка извиняюсь это для ручки скорее всего вот сюда накручивается да сюда накручивается не знаю для чего может быть просто чтоб удлинить ручку чтобы жало меньше болталась пакетик у нас пуст и осталась сама паяльная станция паяльная станция пилку к 12 модельку 1 942 стандартная паяльная станция очень хорошие про нее отзывы питается от 24 вольт но можно запитать и вполне от обычного блок питания от ноутбука у меня есть 24-х вольтовый блок питания но мне занимать и неохота , в час его от ноутбучного блока наверное от фирмы леново от леново подойдет зарядник вполне сюда и вот такой вид сейчас перемещаемся за стол и смотрим все ближе и так мы на моем рабочем столе давайте посмотрим поближе имеется некие царапины на корпусе вот их видно но спор открывать я не буду особо они мне не мешают тем более она будет стоять на столе и она по-любому будет царапаться вот так все аккуратно выглядит здесь у нас это более температуру и кнопочка скорее всего режимов давайте подадим на нее питание а именно 19 вольт с блок питания от ноутбука леново и посмотрим на нее как она включается error ну выдает ошибку потому что ручку они находят сейчас подключим ручку и уже будем смотреть более подробно данная станция к слову говоря может питаться от 10 до 24 вольт и потребляет при этом от 3 до 5 ампер что довольно таки мало учитывая ее возможности и удобства прикрутили так сюда ручку вот она ручка давайте пока рассмотрим жала расхода подключаться здесь пакетик в нем 5 жал вот такое тоненькая потолще тонкая изогнутая потом вот такое вот и с плоским наконечником вскроем наверное 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 вот это такое жало отличие данные по инстанции от других что сам термодатчик у нас находится в жале жало является и нагревателем и термодатчиком поэтому температура у нас считывается именно жало поэтому более точно у нас получается паять втыкаем воткнули жало и теперь давайте включим чаем ошибка ошибка потому что мы включили неправильно вот это вот притягивается опять укатилась гайка что такое давайте подтянем как должно быть по идее можно не подтягивать что быстро можно было менять жало я пока подтяну потом если мне это будет мешать я сниму включаем все больше же плюс нету давайте так это boost boost нам не нужен верху отображается температура которая выставлена в данном случае она у нас сейчас 260 мерцает экран и крутим крутим вот этот подсрочник добавляем температуру настолько нам не надо нам в принципе хватит 250 градусов очень быстро нагрелся паяльник уже нажали 200 градусов и температура за бортом у нас 28 градусов также показывает напряжение которое составляет у нас 20 вольт почти видите как скачет напряжение на блок питания ноутбука ренова а потом мы удивляемся почему ноутбуки выходят из строя вот почему напряжение у нас скачет и процент идет также паяльник у нас имеет защиту от перегрева то есть если мы ручку не используем она просто лежит он сам выключит нагреватель и ручка остынет так вот это все выглядит все компактно занимает буквально 8 сантиметров аккуратненько все сделано кстати куплен был за 200 небольшим тысячи рублей в наших магазинах такой паяльник стоит гораздо гораздо дороже порядка 4000 рублей стоит он вот такая вот елда и конечно же друзья как же без пайки есть у меня небольшой кит наборчик к сожалению не сможем его подключить потому что у меня нету кабеля аукс ну полноценно спаять мы его сможем проверить качество пайки это простейший усилитель звуковой на вот такой микросхеме вот ее маркировка так отсвечивает так не отсвечивает питается у нас от 5 до 12 вольт имеется вот такой вход как обычно колодка приехала с кривыми ногами поправляем и давайте по-быстрому спаять паяльник у нас включен температура у нас порядка 300 градусов взял в руки ручку сразу пошел в нагрев пока идет нагрев давайте посмотрим что можем расставить так конденсатор у нас на 25 вольт 1000 микрофарад вставляем вот сюда на плате подписаны маркировки в 1000 микрофарад не подписан вольтаж но она и не надо следующий 50 вольт 10 микрофарад это у нас вот здесь длинная нога плюс короткая минус потом еще один конденсатор давайте пока поймем положу пускай греется это 100 микрофарад 25 вольт опять же длинная нога плюс короткая минус далее с маркировкой 104 это у нас не полярные конденсаторы вот эти также ноги с той стороны загибаем два штуки все как положено есть давайте воткнем светодиод маркировка led плюс у нас длинная нога минус короткая нога втыкаем его пониже опущу вот так осталось у нас три резистора маркировка 4k7 4k7 и где-то еще один вот 4r7 он у нас один он у нас вот он скорее всего мерить даже не буду полярности не имеет вставляем вытягиваем с той стороны также загибаем и многие возьмем вот эти два которые 4k7 470 наверно или 4 700 скорее всего вставили кстати говоря с другой стороны плата смотрите как красота объединенные контакты такие блестящие как будто настоящий усилитель и еще один у нас вот здесь также втыкаем фиксируем из таких элементов у нас больше ничего не осталось паяльник ругается что мы не паяем давайте в течение Продолжение следует... 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 Продолжение следует...